Сегодня в Беларуси отмечают День государственных символов. Герба, флага и гимна. Третий символ гимн включили формат праздника в этом году впервые. Напомним, соответствующий указ президента был подписан 12 апреля. По всей стране состоялись праздничные мероприятия. За теми, что происходили в Гомеле, наблюдала наша съемочная группа. На площади герба и флага под звуки гимна все госсимволы соединились воедино. И тут каждая деталь имеет значение. Как выглядят герб и флаг, естественно, знают все белорусы. Но что означают детали, задумывался, возможно, не каждый. О чем мы думаем, когда видим государственный флаг? Когда слышим наш гимн? Конечно, о единстве и величии нашего народа. О торжестве справедливости, о гордости за свою страну, любимую Беларусь. Национальный орнамент на красном полотнище флага появился еще во времена советской Беларуси. Это было после 1947 года. Тогда было принято решение для всех союзных республик внести элемент национальной особенности. В нашей стране концепцию обновленного флага разрабатывали в Академии наук. И как раз там и родилась идея использовать орнамент. Его назвали восходящее солнце, как символ жизни и процветания. Рисунок был вышед крестьянкой из Витебской губернии Матроной Маркевич. Дорогие жители Комельской области, пусть наш государственный флаг гордо реет нас стабильной и процветающей Беларусью. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою родину, свой флаг, свой герб и гимн, за свой народ. Крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником! Главные торжества в этот день начались на площади Герба и Флага в самом центре города. Торжественное мероприятие здесь проходит не только по случаю одноимонного праздника. Здесь же принимают присягу военнослужащие, сотрудники славых ведомств, получают первые погоны курсанты МЧС, а самых юных гомельчан принимают в октябряты и пионеры. Сегодня в день государственных символов как раз тот самый случай. Торжественно обещаю любить свою родину. Школьники из рук губернатора получили свои пионерские галстуки и значки, а лучших представителей студенческой молодежи отметили наградами. Самым массовым мероприятием в этот день стал легкоатлетический забег под флагом страны. Три, два, один! Тортовал он на площади труда, финишировали участники на площади восстания. Дистанцию в 1200 метров прошли более 11 тысяч человек. Вообще столько эмоций переполняет прям душу и сердце, разрывается, столько много людей пришли поучаствовать. Я очень рада и мне прям приятно на всех этих людей смотреть. Сегодня день государственной символики, и поэтому мы приняли участие в нашем пробеге. Я как представитель детского сада номер 110, я руководитель физического воспитания, рада была принять в данном предприятии участие, так как я люблю спорт, продвигаю у детей его. Наше предприятие сняло видеоролик о том, как наши работники действительно гордятся символами республики, флагом, гербом и гимном. Для нас это просто сердечная радость участвовать в празднике в этом пробеге. День национальных символов Беларусь отмечает уже четверть века. Для белорусов этот праздник особенный и важно провести его всем вместе. Это подчеркнет силу нашего единства. Ирина Дробышевская, Павел Шукевич, Новости недели.